Здравствуйте дорогие друзья! С вами вновь программа Проверим. Тема сегодняшняя Народ против Евгения Сазанова. Народ это собственники жилья дома 8, корпус 1 по Шереметьевской улице. Сазанов это директор управляющей компании Рязань Комфорт Сервис. Амбициозное и многообещающее название. Смотрим видео. Представьте пожалуйста, как вас зовут? Ковалев Александр Михайлович. Собственник жилья? Да. Дом 8, корпус 1 по Шереметьевской. Дом 8, корпус 1, квартира 97. Вот скажите, пожалуйста, на каких собраниях вы лично были в течение декабря и января месяца? И проводились ли вообще собрания? В декабре, по-моему, было в начале? Или это ноябрь был? В январе точно не было. Значит, вы какие протоколы подписывали? По поводу смены управляющей компании вообще ни разу такой вопрос не стоял. Никто не обсуждал данную тему. И никто ничего не подписывал. То есть люди не ходили, заочного голосования не было? Нет. Хорошо. Вас как зовут? Меня зовут Иван. Я присутствовал на всех собраниях, которые проводились в этом доме. У нас было, получается, Сазанов собирал собрание, если не ошибаюсь, в ноябре месяце, когда его уволили с Лайт-Сити, когда он создал свою управляющую компанию и агитировал за то, чтобы мы проголосовали за его управляющую компанию. И вы проголосовали? Мы проголосовали за его управляющую компанию, но благодаря его обещаниям, что он обещал нам выполнить свое обещание, что проголосуйте за меня, у вас будет видеонаблюдение, будет ограждение, будет закрытая территория. Мы проголосовали, я позвонил, проходит время, проходит Новый год, январские праздники, 11 января, я звоню Сазану, вы спрашиваете, ваше обещание по поводу ограждения будет выполнено и видеонаблюдение? Да, он говорит, да, будет выполнено просто 40 дней нужно для подтверждения того, что все документации в жилой инспекции. Вот, в итоге, потом пришли представители Лайт-Сити, в январе у нас было собрание, в январе было собрание, на котором я присутствовал, я на котором лично расписывался. Но это проводили, скажем так, представители Лайт-Сити, да? Представители Лайт-Сити в январе проводили собрание с протоколами, со всеми делами, на которых я присутствовал и лично ставил подпись за Лайт-Сити на основании того, что Сазанов мне показался человеком, который свои обещания не выполняет и не сдержит свое слово. Поэтому у нас было проведено повторное голосование и... И это было окончательное решение, да? Это было окончательное решение и жильцы, 52 с чем-то, по-моему, процента жителей проголосовали за управляющую компанию Лайт-Сити. А 26 числа мы узнали, что наш дом отходит в Рязань комфорт-сервис из того, что в группе выложили документ, приказ о том, что отдать наш дом, приказ к ЖИ, да, о том, чтобы отдать наш дом Сазанову. На что я позвонил Сазанову и удивился, почему. Вот крайнее наше голосование проходило, и, насколько я помню, документы сдавались с 26 числа, а получается в протоколе, не в протоколе, да, в приказе ГЖИ написано, что с 26 числа, который 26 числом идет, что с 1 числа дом отходит управляющей компанией, вот получается, это Рязань комфорт-сервис. Тогда такой вопрос, а почему у вас нет старшего по дому? Ну, у нас... Который, вот совет дома, который может пойти, пойти... Потому что у нас... Силен, наверное, еще... Подождите, ну, можно задавать вопрос? Значит, обычно это вот люди, они правомощны пойти в ГЖИ и, ну, попросить, потребовать, чтобы им представили копии протокола общего собрания. То есть не всем скопом, вот, да, там, сколько жильцов? Жильцов же много, да? Дело в том, что у нас 160 квартир в доме, и по факту живущих здесь нет даже половины. То есть люди, как бы, владельцы квартиры, они как бы в чате пишут, но на собрании не присутствуют. А присутствуют на собрании в основном те, кто постоянно проживает здесь. А нас здесь очень немного. С 1 февраля компания Рязань комфорт-сервис обслуживает ваш дом. Спасибо за доверие, спасибо за выбор, за поддержку. Обещаем, что не подведем ваш выбор, будем стараться все исполнять вовремя и качественно. В принципе, мы собрались сегодня по такому поводу, чтобы обсудить технические вопросы дальнейшей нашей работы. Это ограждение территории, это временная установка шлагбаума антивандального на территории между детскими площадками. Это ограждение детской территории, маленьким забором. Ну и, в принципе, вот такие основные насущные дела. Видео-видео. Видео-наблюдение, да. Вот. Видео-наблюдение мы поставим в кратчайшие сроки, а после этого проведем собрание, чтобы узаконить это действие. Потому что сперва собрание, потом в виде наблюдения, это сложно. Долгий процесс. Мы хотим это ускорить. Хотели бы послушать ваши основные вопросы, которые мы должны учесть в дальнейшем для быстрого реагирования, ну и решения данной задачи. В принципе, вот для этого мы с вами и собрались. Евгений Ильич, вопрос такой дадим. Можно, да? Давайте, да. Корреспондент, да. Значит, а совет дома, старший дом избран будет по вашей хотя бы инициативе? Потому что, ну как-то, как-то. Везде есть, а у вас здесь нет. Да, совет дома будет выбран. Все люди, пожелавшие туда, могут войти. По законам это не запрещено. В принципе, в любое количество. Управляющая компания может в некоторых случаях не досмотреть за домом, а житель всегда видит. Потому что жители спускаются, с каждой своей квартиры, с подъезда не горит лампочка. Будет создан чат в короткий срок, технический, скажем так, не для обсуждения жизни жителей, а технический чат. Не горит лампочка, не работает лифт. Все это будет круглосуточно отслеживаться. У нас уже есть такая практика на домах, как бы, вновь приобретенных, которые перешли к нами с Лайт-Сити. Мы уже общаемся в чате. Уборка снега, уборка машин там, или еще что-то такое. Вопрос. Просто я немножко недоумеваю. Я, наверное, выражу там, как бы, мнение некоторых, все-таки, жителей нашего дома. И хотел задать вопрос. Почему, когда Лайт-Сити провело собрание, в январе месяце, в январе месяце было собрание, и большинство, то есть было собрание, люди пришли, пообщались, поговорили. Было принято решение. И были собраны подписи в сторону Лайт-Сити. Почему эти бюллетени не были приняты во внимание, а были приняты во внимание те бюллетени, которые проводились в 11 месяце 2020 года, то есть в ноябре, почему последние наши бюллетени, наше мнение и наше желание не были приняты во внимание жилищной инспекции? Это ко мне вопрос или кому? Ну, как бы, вот, директору... Я не правомерен по этому вопросу отвечать, потому что я к жилищной инспекции отношения не имею. Все вопросы надо, как собственник, вы можете пойти, задать это заявление, написать в ГЖИ, спросить, почему это так случилось. Нам это неизвестно. Мы задали свои вопросы в жилищную инспекцию, на что жилищная инспекция нам не дала никакого ответа и разъяснения, почему наша, соответственно, была написана бумага в прокуратуру, была написана бумага в ГЖИ, почему мнение жителей, и я думаю, вот людей много, и люди, кто голосовал за Лайт-Сити, они сейчас могут сказать, поднять руки, что реальные голоса, которые голосовали за Лайт-Сити. Я увидела работу Лайт-Сити, а кто голосовал, пусть скажет за вот эту новую компанию. У нас есть люди, которые... В 11 месяце я только голосовал в 11 месяце. Ну это немного народа, по-другому, 100-10, не больше. Потому что вариант, что не было, что время проголосовать за новую. Здесь большинство первый раз слышит, что новую компанию. Я хотел заплатить вчера, а у нас уже новую компанию. У нас там вообще ничего не было. КВЦ я зашла, там вообще никаких показаний, ничего. Я уверен, там и мой опыт такого есть, 100%. Вы подделили подпись, это 100%. Нет, ну это может только полиция по закону. Это уже уголовное наказание. Понимаете, это уголовный кодекс, подделка. Просто надо кому-то проверить, и все. Ну вот мы можете, наверное, инициировать эту проверку, и полиция должна... Для этого и собрали, и собрали, чтобы цилировать проверку. Конечно. Управляющая компания «Рязань Комфорт Сервис» работает только в правовом поле. Только в правовом, и на основании жилищного кодекса. На сегодняшний момент официально дом принадлежит как бы в управлении «Рязань Комфорт Сервис». Уважаемые жители, я не буду там говорить, там расхваливать себя, если кто-то против нашей компании, если кто-то недоволен нашей работой. Любая управляющая компания может инициировать собрание. Вы можете менять управляющую компанию каждый месяц. Я объясняю, что вы не заложники обстоятельств. Если наша компания, к примеру, плохо работает в течение месяца-двух, инициируйте собрание, выбирайте любую управляющую компанию. Хочет ССЖ, хочет ССН, хотите «Лайт Сити». Я не буду говорить плохое «Лайт Сити», «Рязань Комфорт Сервис». Это закон. Это виллами по воде, мы уходим от темы. Вопрос. Нет, послушайте, Иван, послушайте. Евгений Ильич, с 31 декабря по 24 января. Поднимите руки, кому заходил «Рязань Комфорт Сервис», и кто в курсе, что с 31 декабря по 24 января, кто проводил собрание, кто расписывался в бюллетенях за «Рязань Комфорт Сервис». Хоть один человек, поднимите руки. Ну, хоть... У нас на Сити было все. С 31 декабря по 24 января? Все. Мне кажется, этим все сказано. Ну что ж, продолжим. Вы прекрасно знаете, что я русский народ считаю весьма и весьма остроумным. А он говорит так. Каков поп, таков и приход. Руководители. Генеральный директор «Лайт Сити» Алексей Кузнецов. Сколько мы не старались, мы не нашли следов заинтересованности правоохранительных органов в его персоне. Евгений Сазанов сделал это как минимум дважды. То есть появился в зоне внимания правоохранителей. На видео житель говорит о том, что его уволили из «Лайт Сити». За что? Почему? Фирма «Эксперт-консультант» провела по просьбе уже нового генерального директора Алексея Кузнецова аудиторскую проверку о хозяйственной деятельности в то время, когда на посту руководителя находился Евгений Сазанов. Это с 1 января 2019 года по 8 ноября 2020 года. И выяснилось, что в 2019 году 8 миллионов 600 тысяч куда-то испарились. Следов их найти аудиторам не удалось. В 2020-м цифра возросла в 2 раза. Это более 11 миллионов рублей. И главным бухгалтером тогда была О.И. Ковалева. Выводы делайте сами. Далее. Не успел вступить в должность Алексей Кузнецов, как Сазанов вывозит, ну понятно, что не один, а со своими подручными, с помощниками из служебных помещений управящей компанией «Лайт Сити» 24-25 октября 2020 года технику и техническую документацию. Заявление на имя начальника ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани, конечно же, у нас имеется. Сазанов, видите, как он на видео умеет обещать, в очередной раз пообещал все вернуть. Вероятно, вернул. Полиция это дело, расследование прекратила. Но главное, тех документаций на дома управляющей компанией «Лайт Сити» до сих пор у него. Вопрос к руководству «Лайт Сити». Не пора ли написать еще одно заявление в полицию? Жители вольно или невольно обвиняют на видео Сазанова в том, что никакого собрания не было, мол, было какое-то фантомное собрание, их подписи были подделаны, и протоколы отправлены в ГЖИ. А теперь перейдем к главному жилинспектору Рязанской области, Геннадию Шмидту, который этой ГЖИ, это госжилинспекция, и руководит. Понятно, что ни Шмидт, ни его подопечные или подчиненные подделкой подписей не занимаются. Почему я на этом заострил внимание, вы сейчас поймете чуть позже. Раз он не подделывает подписи, но его подчиненные мастерски научились подтасовывать факты. А Шмидт, наверное, просто подписывает бумаги. Это прослеживается в Дашково-Песочне, улице Тимакова, дом 28, в центре Рязани, в домах на улице Ленина и на улице Радищева. Из каких документов в этом случае это следует? Господин Шмидт утверждает, что жители дом 8, корпус 1, на него никуда не жалуются, что он добропорядочный гражданин, законопослушный и исполнительный начальник. Увы, и это не так. В нашем распоряжении как минимум 5 таких жалоб, направленных в 4 адреса. Естественно, квитанции и сами жалобы имеются. Второе и главное, что написано пером, не вырубишь топором, есть штампик, что протокол общего собрания управляющей компанией Light City был принят 26 января в 11.00. Нестыковочка получается. Получается так, что господин Шмидт просто не берет в расчет протокол управляющей компанией Light City и передает Дом 8, корпус 1 в полное и безвозмездное управление Рязань, комфорт-сервис. И об этих перепутанных якобы датах господин Шмидт пишет в ответе на запрос официально зарегистрированного СМИ не какого-то блохера, как я, а официально зарегистрированного СМИ с громким федеральным названием о том, что он 25-го числа получил протокол Light City, все учел, а 26-го написал приказ, который все права дает Рязань комфорт-сервис в запросе. Также есть просьба предоставить копии протоколов как Light City, так и Рязань комфорт-сервис. Общих собраний, естественно. Шмидт это игнорирует. Тем самым, Геннадий Викторович, я вам напоминаю, что вы нарушаете федеральный закон о СМИ, скрывая информацию и тем самым препятствуя деятельности журналистов. А это уже уголовная статья. А вот этим он подставляет министра по делам территории и информационной политики Жанну Фомину. Свою начальницу. Неким образом. Почему? Да потому что официальные запросы пишутся на ее имя и официальные ответы подписывает она. Теперь, что касается меня, это такого блохера, да, как некоторые называют. Так вот, расследование я провожу только на основании договора об оказании информационных услуг. Никаких бумажек в конверте, в кармашек я не получаю. Это можно проверить. Так что я закону послушан. Всего доброго. И держите ухо востро. Как говорит народ, рыбак рыбака видит издалека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова